Усатая женщина! Но это чувствительное место, это будет больно. Я тебе потом печенька нам... Печенька! Хочешь попробовать всё драть? А-а-а! Мне чего-то будет не хватать. Достай хоть что-нибудь. Ни одного уса! Так всё время мучить себя. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня у нас будет супернеобычное видео, потому что сегодня будет эпиляция или депиляция, правильно её назвать, против воли. Ты что, маму спасать пришёл? Бабушку. Спасать пришёл. Не получится тебе спасти у неё. Мы сегодня ей выдергаем все волосы. Скажи, бабушку обязательно нельзя. Я тут недавно узнала, что оказывается у меня мама, а может быть мы у неё спросим, может быть мне показалось, что ты никогда в жизни не делала эпиляцию воска на лице. Нет, не делала. А на ногах? Ну, тоже не делала, я бревела. То есть ты только бритвой пользовалась? Нет, да. Но на лице я ничего не брила, зачем? Нет, на лице это понятно. Ну, то есть ты никогда ничего не делала, никаких эпиляций не делала на лице? Раньше это не было модным. Во-первых, у меня не такие прям вот усы, чтобы там видны были, а если чуть-чуть пушок вот здесь вот над губой, это считалось женщиной темпераментной. Это эти пушкинские времена, да? Да. Ты ещё оттуда, да? Я ещё оттуда, я из советских времен, да. Короче, у нас будет против воли. Почему? Объясню, потому что уже давно я маме мечтаю выдергать усы. Выдергать усы. Выдергать усы? Да тебе что, тоже выдергать что-нибудь? И, значит, давно-давно я ей говорю, мам, давайте сделаем эпиляцию, удали усы. А она мне говорит, нет, они мне нравятся. Кому не нравятся, пусть не смотрят. Я говорю, ну, мне не нравятся, я смотрю на тебя непосредственно. Она такая, да, их не видно. Я говорю, да, их вижу. Но у неё нет, у неё, да, у неё кусочек идёт непосредственно большой, и вот здесь по краешечкам такие уже чернявенькие волосюночки. И она боится. Ну, это, наверное, возрастное. Это возрастное, но пришло время. Так как она стала блогером, во-первых, это тема одна из популярных, потому что её смотрят всегда. Она нужна, важна, и как раз-таки это будет очень полезно для тех, кто никогда не делал эпиляцию, и с чем сталкивается человек, который впервые её делает. Расскажи, как ты думаешь, как это будет выглядеть, чего ты боишься, какие мысли у тебя возникают? Ну, это чувствительное место, это будет больно. Да, это будет больно. Но ты же женщина, красота требует жертв. Ты готова? Да кроме тебя, никто мне никогда не говорил, что у меня там какие-то усы, и что мне надо что-то с ними делать. Это значит, что вокруг тебя очень много тактичных людей, и уважают тебя. Вообще об этом не говорят, но про себя думают. Усатая женщина. Просто я не общаюсь с такими, кто усы удаляет. А я? У тебя что вокруг? Ну, ты, ты же дочка. Кристина, я. Мы удаляемся. Ну, я не знаю. Я не видела. У меня как-то нормально всё с усами. Мы будем удалять, но она решилась, и молодец. Мы будем, значит, использовать вот такие восковые полосочки, которые я покупала в фикс-прессе. Мне они, в принципе, понравились. Всё хорошо было. Мне, конечно, вскочил потом. Герпес. Две штуки. Целых. Ты хочешь, чтобы я тоже там что-то скатила? Нет, я не хочу. Но у тебя как с этим герпесом? Они же не так часто, как у меня. У меня его не было. Ну, ты вообще не бываешь. Значит, у тебя ничего не будет. Это ты в свою бабушку. Значит, у тебя ничего не будет. Значит, так, восковые полосочки. Тут недавно мне, кстати, подруга моя посоветовала использовать лайфхак. Она, кстати, недавно использовала депиляцию, короче, этим, кремом. Она говорит, надоело выдёргивать, хочу кремом. В итоге сожгла себе всё лицо вот здесь. Она сначала нанесла, что-то, говорит, что-то ничего не чувствую, ничего нет, в итоге их сожгла, потому что там эффект такой после идёт. Я вот эти вот рима, которые нужно держать три минуты там, и не больше, и быстро смывать, я вот их, вот после них действительно может быть раздражение и ещё что-то. Ну, короче, после этого тоже может быть раздражение. Но всё будет хорошо. Короче, мучительница решила меня измучить. Не знаю, что будет. Я, в общем, отдаюсь со страхом. Со страхом? Не хотела я, сопротивлялась, брыкалась. Она меня скрутила, руки заломила, заставила сесть и молчать. Я тебе потом печенька нам... Печенька! Так что терпи. Она мне, короче, посоветовала, она говорит, что я тоже раньше, когда делала эпиляцию, я, говорит, сдирала себе губы, я как-то, говорит, содрала вот так себе губы, здесь чувствительные более губы, чем над губами, ну, у всех по-разному, да. Я, кстати, эпиляцию себе тоже буду делать, потому что у меня тоже уже пушок отрос. И она говорит, а я смазываю губы бальзамчиком для того, чтобы не содрать. Так что теперь набери и аккуратненько именно... Только не свет, только сами губы, да. Вот так вот аккуратненько сами губы, да. И я тоже самое сделаю. Все. Мы намазали, защитим наши губоньки. И, кстати, бальзамчики из моего магазина. Очень классные. Клашненькие. Итак, если у тебя, походу, будут какие-то еще вопросы возникать, ты, кстати, спрашивала, надо будет потом все время делать, они что, будут расти, там, больше, не больше, или все время расти, да? Ну, вот и проверим. Расти они, конечно же, будут. То есть, апелляция нас не избавляет навсегда от этого. Это только лазерной апелляции. Кстати, твои темненькие волосики могут исчезнуть от апелляции лазерной. У меня они, к сожалению, пока не исчезают. Мне приходится вот это все делать. Волосы будут расти, но, знаете, в большинстве случаев у людей эти волосы растут реально. Если они росли раньше черные, то они растут светлые. Если они растли густо, то они растут реже. И они становятся более тонкие, как правило, да. Конечно, бывает у людей, ну, я никогда не слышала, чтобы волосы росли гуще после апелляции и депиляции. Росли гуще и чернее. Вот такого я не слышала. То есть, если и растет, то слабее и меньше. Либо так же, да. Но... А щетины не будет? Нет, щетины не будет, потому что вот здесь настолько они тоненькие сами по себе, плюс они еще тоньше, поэтому, когда они отрастают, это не так, как если бы вы побрили, например, да. Побрили, да, щетина прям такая конкретная. От воска нет. Они такие тоненькие, что оно щетиной не кажется. Ты посмотришь, как я это делаю, и потом, чтобы ты не боялась. А то подумаешь, что я тебя сейчас зря буду мучить. Посмотришь, как я нормально все это переношу. Держи. Чтобы было более точно, и чтобы мы не поранили нашу губку, я вот так вот здесь надрезаю, прям по самому краю, где начинается воск. Именно эту сторону я буду прикладывать к своей губе. Чтобы точно было. еще раз разогреваю. А форму губ там вырезать не надо? А ее не надо вырезать. Это надо губами с одной стороны и с другой. В основном по бокам все, а не сверху. Поднимай зеркальце. Теперь я прикладываю это над своей губой. приложила, растерла. Хочешь попробовать содрать? Да давай уже. Боишься? Сама себе мучай. Смотри, приготовила, зажала дыхание. Красота! Так, с этой же стороны все, что не удалила, все, маленькие кусочки. Продолжаю. Теперь я беру вторую штучку и накладываю с другой стороны. Что, боишься? А вот я сейчас тебе буду делать. Боишься? Да я глаза закрою. Громко, не кричи только. А скулить? Можно? Можно. Я красоту себе навела. Все. Как видите, сейчас легкое покраснение, но пока я буду маме делать, уже оно сойдет. И в любом случае такое покраснение, если вы куда-то собираетесь, оно легко припудривается. Теперь берем для мамы. Мне кажется, ты очень боишься. Ну, я не люблю лобовину. Иди на горшочек. Ой, мамка. Ой. Кстати, еще, если, ну, хорошо, чтобы губа не была расслаблена. То есть, сейчас я маме буду делать, я ее немножечко вот так вот натяну, чтобы было натяжение. Иначе, если, ну, как бы просто делать, да, то может потянуться куда-то губа. Вот так. Ой, или ты вот так, да, сделаешь. Или вот так сделаешь. Потому что вот именно в этом. Вот. Да, вот так вот. Прям вот здесь. Вот. Ну, готовься, родная. Вот буквально, если бы не была блогером, мне бы не согласилась бы. Чудно. Семь, мне самой тебе страшно делать. Не бойся, это больно, но это быстро. Она больно, а потом все. Готово? Раз, два, три. А-а-а-а-а ! Мамочки, ничего себе ! А-а-а-а-а ! Ну все. Как кипятком обшпарила. Что, прям так больно ? Вообще... Закрывай. Уже не будет так больно. Уже будет в два раза меньше больно. Блин, там кожица драло, наверное. Ну все нормально Вот это экзекун Теперь вот сюда вот язычок Да что ж такое? У тебя просто длинные волосики Я их убрала сразу Все, ничего нет Меня обижают Вот твои волосики Кошмар Вот буквально еще чуть-чуть Раз, два, три Все Слушай, они идеально убираются Ничего нет Как я без них? Всю жизнь ходила с ними Ты же скучаешь? Мне чего-то будет не хватать Все хорошо Давай вторая сторона Ну что, вытерпела? Нормально? Да ужас Все смешно, да и я А маме страшно А бабуля страшно Так, еще Так Они очень хорошо Прикле Сажалась прям вся Ты это, язык подставь Вот Я без предупреждения не буду Раз, два, три Видишь? Уже не так кричишь Я просто теплю Ты же привыкаешь к боли Прикинь, мужчины, которые никогда не делали Как они Слушай, ну ты молодец у меня Чего сказать Раз, два, три Ай Звук такой Ну все, живот они мелкие Оставься, не делай Вот сюда прям поставь уголочек А губу не зацепи Так должна мазать у тебя Не страшно Сколько пощечин Так, вот сюда Губку Язык Во Вот так, держи Ну так Достай хоть что-нибудь Нет Для размножения Ай Это вот ай, потому что что-то убрал Молодец Ни одного уса А нет, подожди Вот тут еще Ай Под носом Натяни нос На что? Ай Идеально Ну что? Они плачут На живот Плачут Жалко себя, да? Сейчас я принесу маслице Мы будем смазываться маслом Иди пожалеем Кошмар Жестоко Это жестоко Ну как тебе ощущения Послепляться Вот для девочек Которые никогда не делали Это точно так же, как и ты боятся Что скажешь? Ну, печет Мне кажется, там кожа судрана Нет? Бабушку обижают, да? Иди пожалей Пожалей бабушку Иди Лучше всего использовать какое-то масло Которое замедляет рост волос Но у нас такого нет У меня вот есть Такое Просто обычное масло Праймер для лица Давай пальчики На пальчики Просто намажь Чтобы убрать лишний воск Литкий Масло убирает воск Прям Прям масливайся Вот так Масло хоть успокаивает Да Вот у меня уже ничего не печет И все Вот сейчас оно поэтывается И все В общем, вот такой вот эксперимент Слушай, у тебя даже не покрасняло Посмотри, ты какая была Такая осталась Я даже не покраснела Ничего над губами Ну было больно Ну теперь ты будешь это сделать Все равно еще печу Каждые три недели, например Так все время мучает себя? Ну, ты привыкнешь к этой боли Вот я ее, смотри, ты видишь, как я ее Чу-чу-чу-чу Она для меня ничего И ноги я так делаю Самое болючее из всего этого У меня как-то была Глубокая бикини Глубокая классическая бикини Вот воском Это ужасно Поэтому Глубокая классическая бикини Я делала только Лазерную эпиляцию И у меня там нету сейчас больше половины волос Ну то есть половина волос нет Такие реденькие растут И как-то меня не беспокоят А все остальное, например, на ногах Внизу я делала лазерную эпиляцию У меня здесь просто не растут Вот это как называется Нижняя часть ноги голень или как? Ну короче, как-то вот эта часть А верхняя часть, то есть бедро Я делаю эпиляцию И абсолютно Я могу заснуть даже, когда мне делают Точно так же и на лице Ну здесь чувствительное Вот здесь менее чувствительное Ну ты ни разу не делала Поэтому ты никогда не привыкала А сейчас вот, ну, привык Для меня даже прикол какой-то Это же пощипывание Я не чувствую такого Когда первый раз, конечно, ты не знаешь Что это такое и как А теперь будешь ухаживать Как полноценная женщина Мне кажется, я сама себе Такой кошмар сделать не смогу Как раз снимешь это на видео На свой канал Как ты будешь это делать Впервые сама себе Одно дело я тебе сделала Впервые Да у меня рука не поднимется Поднимется Мне себя жалко Я проконтролирую Что бы ты посоветовала нашим зрителям Которые хотят попробовать, но боятся Пробуйте Не бойтесь Ей теперь это предстоит делать Каждый месяц хотя бы Как минимум Ну это надо глаза закрыть И потерпеть Ну что делать Красота требует жертв Это понятно Просто как бы в моем возрасте Я считаю, что Вот то, что есть и хватит Неправильно Неправильно думать Надо всегда стремиться к лучшему До последнего Особенно если есть мотивация для этого То супер И такая дочка, как я Ну это все для вас Вот если бы я не снималась Я бы на это вообще не подписалась Итак, если вам интересно Как это будет впервые делать мама самостоятельно То пожалуйста добро пожаловать на ее канал Ссылочку на ее канал я оставлю под видео Ну через недельки-три она наверное снимет такое видео Под моим чутким руководством я ей буду говорить Давай, рви Мне будет самой очень интересно посмотреть Как это будет происходить Ну я надеюсь, что они у меня через три недельки уж сильно не отрастут Наверное не будет так больно, как в первый раз Вот мы и посмотрим Больно уже не будет так Это вообще Ты уже знаешь Просто какая-то боль И уже так страшно не будет Но то, что ты будешь это делать сама Конечно, это очень интересный новый опыт Все, мои хорошие Будьте красивыми Будьте лысыми Ну имею ввиду в тех местах Которые должны быть лысыми А так отращивайте густые волосы Да, кстати, у меня вот покрашивание В конце видео там будет ссылочка на окрашивание волос Тут экспериментировала В общем, мы вас любим Целуем и прощаемся До следующего видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok